С нового учебного года выпускники 9-х и 11-х классов окружных школ могут получить профессию за счет округа по 7 новым специальностям. Так, для Нининского профессионального училища нововведением станет прием абитуриентов на получение таких профессий, как мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и специалист по управлению, эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома. Кроме того, в техникуме идет набор на обучение по специальности повар-кондитер. Количество мест в группах ограничено. Набрать предстоит всего 75 студентов. В Наринмарском социально-гуманитарном колледже имени Выучейского начнут готовить специалистов по двум новым направлениям. Если на первую специальность поступить можно после 9-го класса, то на вторую – исключительно после 11-го. Кстати, она вошла в топ-50 профессий России. На базе 9-ти классов будут приниматься на новую специальность адаптивная физкультура. Мы будем учить студентов в работе с людьми с ограниченными возможностями. Вторая группа – совершенно новая специальность. Мы ее лицензировали и провели уже услуги для населения. Мы обучили. А в этом году мы набираем на уже специальность. То есть получать будут диплом студенты. Специальность называется «Технология эстетических услуг». Тем, кому по душе другие сферы деятельности, предложат финансы, либо же педагогику дополнительного образования. Здесь будет деление на две подгруппы. Одна будет обучаться декоративно-прикладному искусству, вторая – техническому творчеству. Приемная кампания в социально-гуманитарном колледже стартовала еще 19 июня. На то, чтобы сдать необходимые документы, выпускникам школ отведут почти два месяца. 15 августа выйдет приказ о зачислении студентов на первый курс. Всего планируется набрать 100 студентов. Такие же цифры приема установлены для аграрно-экономического техникума. С нового учебного года набираем четыре группы. Из них три специальности для нас новые, для нашего региона новые. Мы прошли процедуру лицензирования. Первая из них – это операционная деятельность, логистики. Вторая – это технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий и информационные системы и программирование. Вот, допустим, последнюю, которую я назвала, она относится к специальностям, так называемым, том 50. То есть, специальности, востребованные на рынке России. Соответственно, ветеринарию также мы традиционно набираем. Это уже для нас не новая, а традиционная специальность. И она относится к топ-регион. Обучение, как и в колледже, будет осуществляться за счет бюджета, за исключением платных групп. Это юристы, экономика и бухгалтерский учет по отраслям. Приемная кампания здесь также началась 19 июня и завершится 14 августа. Приказ о зачислении будет вывешен 16 июля. С июня по 14 августа мы принимаем документы и дальше зачисления. Но, да, такой есть нюанс. Если наши группы не заполняются до 14 августа, то у нас есть возможность принимать абитуриентов до 25 ноября. Зачисления до 1 декабря. Как отметила Оксана Данилова, по данным специальностям вступительных экзаменов не требуется. С собой необходимо принести аттестат о школьном образовании.